Те, кто не в теме, смогли прямо на месте ознакомиться с дизайн-проектами территории, предложенных жителями в ходе предварительного отбора. Из трех вишневого скверов парка микрорайона Сахарного завода территорию ДК Дружба нужно выбрать два, к обустройству которых приступят уже в этом году. Вполне естественно, что жители второго микрорайона хотят, чтобы у них стало еще краше и комфортнее. Я голосовала благоустройству города. Прохолосовала за что? За сквер, за свой. Почему? Ну, потому что я тут живу. Ну, так там все вроде бы хорошо. И скамеечки сделали, все, конечно, красиво. Конечно, в нашем, во втором микрорайоне, до конца сквер вишневый. А почему именно вишневый сквер? Ну, почему? Понравился, еще лучше, чтобы был. И наш тут район, как сказать, вишневый. Владислав Денисов также принял участие в рейтинговом голосовании, отметив важность того, что именно население определяет объекты для обустройства. Наряду со взрослыми свой выбор делали жители города, достигшие 14-летнего возраста, предварительно предъяв паспорт. Также впервые в этот день пришли на избирательные участки и новые граждане страны, прибывшие в наш город по программе переселения соотечественников. Анна Поломарчук в числе тех, кто уже был на избирательном участке к его открытию. Три года назад она сменила украинское гражданство на российское. Нашла работу учителя английского языка в кадетском корпусе. А городские власти предоставили семье Анны квартиру по договору социального найма. Голосую я в России впервые, так как я являюсь участником госпрограммы по переселению соотечественников. И до этого не проживала в РФ. Проживаю в течение трех лет на данный момент. И для меня этот выбор очень важен. Я считаю, что хорошо, что у нас в государстве есть такие программы, которые помогают молодым людям изменить свою жизнь к лучшему. Среди тех, кто проголосовал, и многодетные супруги Хабарвы, прибывшие на постоянное место жительства в наш город из Казахстана. Потому что Иван и Мария понимают, от этого выбора зависит будущее страны, с некоторых пор ставшей для них родной. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.